О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! 1 сентября глава Башкортостана Ради Хабиров посетил с рабочей поездкой Янаульский район. Руководитель региона принял участие в торжественном открытии нового здания коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь обучаются 160 детей из 27 городов и районов Башкортостана. Из них 33 ребенка – это сироты и те, кто остались без попечения родителей. Новое здание объединяет школу на 190 детей, интернат на 170 детей с необходимыми вспомогательными помещениями, спортзал, актовый зал, мастерские, а также наружные спортивные площадки. Стоимость строительства составила 366 миллионов 600 тысяч рублей. Руководитель региона подчеркнул, что к 2024 году нужно создать сеть таких межмуниципальных центров, охватывающих всю территорию Башкортостана. В ходе визита глава региона посетил обновленный дворец молодежи. В нем обрели свой дом детские кружки и секции, подростковые клубы, молодежные объединения и волонтерские организации. Кроме того, Радий Хабиров посетил современный кинотеатр «Нефтяник». Руководитель республики оценил не только качество звука, изображения и комфорт нового кинозала, но и то, как организован контроль за соблюдением зрителями необходимых санитарных требований. Активно в городе ведутся работы по реализации проекта «Северные ворота Башкортостана». Он включает в себя благоустройство всего исторического центра Янаула. Работы стоимостью более 86 миллионов рублей проводят за счет федеральных субсидий. Елочная площадь Янаула будет готова к концу ноября 2020 года. Строители подвели инженерные сети, отсыпали территорию площади. В ближайшее время начнут укладывать брусчатку. Радий Хабиров ознакомился с ходом работ и пообещал приехать на открытие площади. В Янауле глава региона посетил микрорайон «Южный». В ходе общения с Радием Хабировым местные жители рассказали о наиболее актуальных для них вопросах. Главное из них – отсутствие газоснабжения. Люди вынуждены отапливать дома углем или электричеством. Значительное количество обращений от жителей микрорайона по этой теме зарегистрировала и система инцидент-менеджмент. 21-й год проект, 22-й год строительства. Но беру себе один год, знаете, чтобы твердо тоже запас 23-й, но дальше 23-й точно нет. То есть самая крайняя точка, которая мы обозначали 23-й год, в идеале 22-й. Давайте вот так договоримся. Я это оформлю своим поручением сегодня. Всем сегодня раздам. Вот глава пусть вас контролирует, он слышит меня. Тема дорог в нашем районе по-прежнему актуальна. В Янауле 160 километров дорог, из них асфальтированных 40%. Немалая часть дорожного полотна требует ремонта. Долгое время для жителей улицы Фрунзе выбраться в центр города было проблематично. В настоящее время обслуживающая организация Янаул благоустройства завершила ремонтные работы. Проблемные участки обсыпаны гравием. Для жителей нашей улицы была очень большая проблема. Это грязная дорога. Пройти было вообще невозможно практически. Чистым, по крайней мере, была грязь. Ну, то есть несколько раз эту дорогу пытались сделать, но все равно она размывается. В начале улицы закопана канава. За счет этого у нас дорогу размывает. Проблема как бы не решалась долгое время. Мы всеми, ну, все соседи практически, большинство писали обращения. Кто-то письменное, кто-то ВКонтакте вопрос задавал. И вот спустя, ну, буквально после моего обращения прошел месяц-два, и нам починили дорогу. Нашу проблему решили, и теперь соседи довольны. Дети катаются, очень много детей на нашей улице стало, молодых семей. Можно кататься на велосипедах, на самокатах. Ну, в общем, теперь мы достаточно удовлетворены. Но надеюсь, что дорога наша надолго. Хотелось бы, чтобы продолжили до конца улицы. Все-таки улицы у нас теперь стало больше. Там, ну, не так грязно, но все равно не помешало бы. И проулок у нас еще тоже. Проулок Пархоменко считается. Он к Фрунзе не относится, но мы же выходим на дорогу оттуда. Ее тоже можно было бы. Во вторник, 1 сентября, во всех уголках нашей республики прозвенел первый и такой долгожданный школьный звонок. Торжественные линейки прошли по традиции во всех образовательных учреждениях. Однако на построение в целях безопасности были приглашены лишь отдельно первые, девятые и одиннадцатые классы. Остальные школьники после затянувшихся каникул встретились на онлайн-линейке. В 10 часов утра на пришкольном дворе лицея царила праздничная атмосфера. Нарядные первоклассники сегодня впервые перешагнут порог лицея в статусе новоиспеченных учеников. Линейка началась с добрых песен о школе на путстве директора лицея Алмаза Галиева, педагогов и родителей. Небольшое выступление подготовили и сами виновники торжества. И вот самый волнительный и долгожданный момент линейки. Прозвенел первый школьный звонок нового учебного года. Всего в Янаульском районе за партой сядут 5496 учеников, из них более 1300 человек – сельские ребята. Хочу вообще быть отличницей, потому что у меня мама здесь работает, и я должна не подводить маму. Особенно памятными линейки стали для первоклассников. На перевес с букетами и в новой школьной форме за ручку с мамами и папами они спешили на свою первую в жизни линейку. Подробности у Гульнары Сидзиковой. Доброе утро, наши малыши! Доброе утро, заботливые родители, серьезные учителя! Доброе утро, гости нашего праздника! Наконец-то я говорю самые главные слова. Доброе утро, гимназия! В новом учебном году пополнились ряды юных гимназистов. В школе 5 первых классов. И, как отмечают педагоги, это очень радостно для них. С началом нового учебного года всех присутствующих поздравил директор гимназии имени Муксинова Александр Бронников. Особенно волнительный этот день для первоклассников, вступающих в совершенно новую, еще не знакомую, но очень яркую и интересную, полную новых интересных встреч и событий в жизни. В канун нового учебного года желаю всем ученикам новых открытий, надежных друзей, исполнения всего задуманного, педагогам вдохновения, творческих, профессиональных успехов, а дорогим родителям побольше терпения, поменьше переживаний, чтобы школьные годы вашего ребенка стали хорошей основой для дальнейшей жизни. С началом нового этапа в жизни первоклассников поздравила заместитель главы администрации района по финансовым вопросам Резида Хусаинова. Для главных героев этого дня был подготовлен праздничный концерт. Из уст ребят прозвучали стихотворения, посвященные школьной жизни. Сколько радостных, веселых лиц повсюду. Посмотри, лично мне директор школы улыбнулся раза три. Школьники с интересом наблюдали за представлением. Не меньше эмоций испытывали и родители. Признаются, что это очень радостный день. Но в то же время они немного волнуются. Сегодня в такой прекрасный солнечный день мой сын, Ислам, идет в первый класс. Настроение, конечно, отличное. Я уже с вечера вчера начала волноваться, папа волновался. Но сын, пока, скорее всего, он не знаком. Он спокойный, настроения у него хорошие. Конечно, хотелось бы, чтобы линейка была как раньше, в торжественной форме. Но в связи со сложившейся ситуацией, что поделать. Но все равно сегодня все очень красиво, все очень весело. В первый класс идет старший сын. Первый год, первый раз. Волнительно, тревожно. Все так незнакомо. Ну, надеемся, вольемся в эту школьную учебную жизнь. Ну, сын пока, да, волнуется и идет немножко. Сегодня проснулся, говорит, тревожно, боюсь, немножко, незнакомо. Ну, справимся, надеюсь. Хотелось, конечно, чтобы все было торжественно. Все-таки всегда из года в год, с поколения в поколение это все у нас шло. И, ну, спасибо большое руководителям, что вот они сделали в очной форме. Концертная программа была насыщенной. Для зрителей прозвучали музыкальные композиции, выступили сказочные герои. Они пожелали первоклассникам хорошо учиться и быть усердными. В этом году мы принимаем рекордное число малышей. В нашу гимназию в первый класс пришли 142 ученика. Это большая радость и большое достижение для нашей школы. И вообще в этом году у нас резкий скачок учащихся. У нас теперь более тысячи. И мы этому тоже очень рады. Чем больше учеников, тем интереснее будет проходить наша школьная жизнь. Сегодня на линейку пришли поздравить малышей сказочные герои. Говорулькины, отличницы учебы, которые сказали ребятам, как нужно правильно учиться. И подготовили их к такому серьезному и важному шагу стать учеником гимназии. Также сегодня пройдет урок, где наши учителя первых классов поговорят с ребятами о безопасности. Напонят им правила поведения в той или иной ситуации. На дороге, на железной дороге. Правила пожарной безопасности. Ну и, конечно же, правила в условиях ковид. В завершении торжественной линейки прозвучал звонок на первый в этом году урок. И первоклассники поспешили сесть за парты. Буквально через несколько минут началась линейка для старшеклассников. В средней школе номер 4 на линейку собрались девятиклассники. По словам школьников, им очень приятно вновь увидеть своих одноклассников и учителей. Перешел я в девятый класс. Ухожу на сетсу баскетбол. Давно не виделся с друзьями. Был рад их встретить. В школу я рад идти, так как дома сидеть уже достал. Устал. Мне нравится. Я настроен на учебу. Мне все нравится. В этом году 1 сентября особый праздник. Почти полгода ученики и учителя не видели друг друга и успели соскучиться. Впереди ребят ждут насыщенные учебные дни, новые знания и открытия. Гульнара Ситтикова, Нил Сафин, служба новостей, Янаульское телевидение. Традиционно День знаний – это важный, светлый и радостный день для всех учащихся, их родителей, учителей и педагогов дополнительного образования. Поздравить Янаульцев с праздником приехали и уфимские гости. Делегация посетила новый детский сад в микрорайоне «Толмаз». В ее составе были депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Рамзил Низамединов, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Альфия Галиева, представители администрации района и подрядной организации. Особое внимание в нашей республике сегодня уделяется социальным объектам. Сегодня в целом в Российской Федерации на объекты социального значения, это школа, садики и наша республика, руководство нашей республики, вы знаете, очень много уделяет внимания и выделяет очень много денег. Вы знаете, все вопросы, касающиеся школы, питания детей, вот столько внимания, столько забот сегодня, и мы это должны понимать и осознавать, осознавать обязательно вот это внимание. Поэтому, когда еще, вот вы прекрасно видите, сегодня в Шудекском сельском поселении прекрасный поселок строится. Это ведь благодаря вот этому благоустройству, вот этот детский сад на 60 мест, да, это благодаря бюджетным деньгам, о том, что мы заботимся о людях, мы создаем им те блага, которые первостепенно значимы, нужны, поэтому нам остается еще раз говорить о том, что мы создаем все для того, чтобы мы детей растили, все для того, чтобы детей родили. Вы понимаете, сколько у нас субсидий, столько у нас помощи многодетным, родившимся детям, какие суммы выделяются, да, садики какие прекрасные строятся. Поэтому, ну, это для того, чтобы мы развивали свой регион, свой район, свое село, и чтобы у нас мы создавали рабочие места для того, чтобы мы дальше сильнее и мощнее других были, наша республика, наш Янаульский район. Строительные работы в детском саду практически завершены. Дизайн помещения и оборудования подобраны таким образом, чтобы будущим воспитанникам и сотрудникам было комфортно. Участники делегации отметили, что строительство подобных объектов – это хороший стимул сельским жителям оставаться жить на родной земле. Сегодня мы посещаем этот детский сад на 60 мест, такой красивый, яркий, радостный. И все цвета, которые вот здесь мы видим, они все радуют наших детей и родителей. И очень, и опять же, радостно то, что сейчас вот были внесены изменения в указ главы Республики Башкорстан 111-й, и сняты в некоторой части вот ограничения, в том числе в части детских садов. С 1 сентября наши детские сады начинают работать в обычном традиционном формате, с соблюдением эпидемических, санитарно-эпидемиологических норм. Сегодня с утра только рады всему, даже, говорю же, и погода улыбается, и все наши помещения улыбаются нам, наши дети улыбаются, наши педагоги рады. Во-первых, то, что уже 5 месяцев мы все находились дома, работали дистанционно 2 месяца, учебный год у нас заканчивался 19-20, учебный год заканчивался в дистанционном формате. Все педагоги, дети, родители соскучились друг по другу. Сегодня, вот 1 сентября, мы встретились, и думаю, только положительные эмоции. После ознакомления с новым микрорайоном гости направились в село Байгузино на торжественную линейку в честь Дня Знаний. В этом году этой школе присвоено звание Героя Советского Союза Хайдаршина Гайнанши Хайдаршиновича. Гости почтили память героя и возложили цветы к памятнику. Перед собравшимися выступил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Я рад вас приветствовать сегодня в День Знаний. И поздравляю вас с Днем Знаний. Поздравляю с присвоением имени нашего именитого земляка, Героя Советского Союза Гайнанши Хайдаршиновича. Предлагаю всем учащимся школы без исключения, начиная с первого класса, изучить жизненный путь, биографию нашего героя Альянши Хайдаршиновича. Очень простого человека, который всю свою трудовую жизнь, боевой путь посвятил служению Родине и всю свою сознательную жизнь прожил в данном селе. К поздравлениям присоединились заместитель министра образования Республики Башкортостан Альфия Галиева и депутат Государственного собрания Курлтая Республики Башкортостан Рамзил Незамединов. Сегодня особо слабко, это начало учебного года, особенно для родителей, потому что дети должны учиться в школе, а не дома, да? Мы это с вами ощутили, и у меня тоже дети, поэтому я знаю, какой труд... Теперь-то поняли, какой труд учителей. Наша семья говорит, как им тяжело работается, потому что мы два месяца преподавали, ваш труд присоценен, вот эта жизнь нас научила, подсказала, да? Поэтому мы вас глубоко уважаем, глубоко ценим ваш труд. Большое спасибо ваш труд, за ваш труд. И дети тоже соскучились по школе, потому что тоже дома немножко без общества, без друзей, без игр, без некоторых шалостей, да? Тоже жить нельзя, и тем более в таком возрасте. Успехи учеников и сотрудников Байгузинской школы отметил председатель Совета района Ильдар Маликов. Концертные номера, выступления старшеклассников пришлись по душе всем гостям праздника. Но, безусловно, главными героями дня стали самые юные ученики. Первоклассники подготовили стихотворение. Всех участников встречи с началом учебного года поздравил директор школы Зуфар Валиев. Приятным моментом стало вручение подарков первоклассникам. В их адрес звучали напутственные слова и пожелания успешной учебы. О начале нового учебного года возвестил первый школьный звонок. Гульнара Сиддикова, Нилсафин, служба новостей Янаульского телевидения. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 7 918 человек. За сутки выявлено 30 новых случаев заражения. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 4 сентября в Янаульском районе зарегистрировано 359 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Из них 4 пациента со средней степенью тяжести заболевания получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. 4 пациента переведены в госпиталь города Нефтеканска и 2 пациентов переведены в республиканские учреждения. 34 человека находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID. Выписаны с выздоровлением 304 человека. Итого на данный момент в районе под медицинским наблюдением находится 44 человека. На карантине на 14 дней находится 20 контактных лиц. За весь период зарегистрировано 48 семейных очагов, где заболели коронавирусной инфекцией 116 Янаульцев. Все наши подразделения продолжают работать в режиме повышенной готовности. Ведется плановая госпитализация пациентов в стационары с отрицательным мазком на COVID. Организована амбулаторно-поликлиническая помощь с разделением потоков пациентов. Ежедневно бригады забирают по 50-60 мазков на COVID у населения в поликлинике. За весь период с 31 августа по 4 сентября, то есть за эту неделю в районе, выявлено 10 новых случаев COVID. Наблюдается небольшое снижение заболеваемости в сравнении с предыдущими неделями. Пользуясь случаем, хочу сообщить, что 3 сентября в район поступила первая партия вакцины против гриппа в количестве 3540 доз. И приглашаем на иммунизацию взрослого населения в прививочный кабинет поликлиники. Всего доброго! Будьте здоровы! С 1 сентября в школах республики свою работу начали так называемые медицинские инспекторы. Для работы в образовательных учреждениях будут привлечены ординаторы и студенты старших курсов Башкирского государственного медуниверситета и медицинских колледжей. Планируется, что работа мединспекторов будет засчитываться как учебная практика. 3 сентября с работой мединспекторов ознакомилась и заместитель главы администрации района по социальным вопросам Галхар Миндиарова. Она посетила городские школы. Прежде всего, мединспекторы будут следить за организацией пропускного режима, также в их обязанности входит замер температуры, контроль за наличием антисептических средств, соблюдением социальной дистанции, наличием бактерицидных ламп и организацией влажной уборки. Предполагается, что в каждой школе будут работать один или два инспектора в зависимости от количества смен. Все данные о соблюдении требований будут заноситься в специальный чек-лист. Студент 5 курса Башкирского государственного медицинского университета. То есть, учусь сейчас на лечебном деле. И вот в целях, то есть, как по практике, нас университет отправил в ведурские школы. Ну, зачислили. И мы тут проводим контроль, чтобы ученики или учителя соблюдали социальную дистанцию, пропускной режим, масочный режим, то есть, и наличие санитайзеров и так далее. То есть, вот такой больше контроль. Учителя уже привыкли к масочному режиму. Уже люди как-то по-другому начали к этому относиться. Дети маски не нужны. Сейчас учителям нужны только во время перемен, то есть, или там, допустим, походу в столовую, если это касается младших классов. А то есть, во время урока им тоже не нужны маски. Учителям, потому что сейчас, ну, такой незакон, а вот такое правило, что детей, то есть, учеников в доске не вызывают. Соответственно, они, ну, маски учителям поэтому не нужны в общем. Торжественное открытие родника в селе Иткинеево прошло 4 сентября. Гостем праздника стал секретарь Совета района Вильник Бадзянов. Он поздравил местных жителей и пожелал им, чтобы вода в источнике была всегда чистой и вкусной. В этот день звучали слова поздравлений, музыкальные композиции, посвященные родной земле и воде. Почетные гости перерезали символичную красную ленту, и каждый желающий смог испить воду из Иткинеевского источника. Вот за короткое время, за летнее время мы смогли организовать и построить закрытый павильон, который будет защищать от дождя, от талых вод и также зимой от снега. И также благоустроили территорию родника. Все эти работы будут, они продолжены, потому что родник очень востребован не только жителями села Иткинеево, но также горожанами Янаула, также ближайших деревень. Качество воды родника очень хорошее, ежегодно мы делаем анализы воды, поэтому соответственно всем требуем санпина. И редко бывает, что здесь не бывают у нас очереди за водой. Думаю, все будут довольны нашим работой. Население сами изъявили желание в этом году сделать такой ремонт в рамках проекта реальные дела. Если мы в прошлые годы ремонтировали детские сады школы, меняли окна, в этом году мы остановились на ремонте родника. Думаю, всем понравится. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Берегите себя, оставайтесь с нами. Встретимся сразу после выходных. 6 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 17, плюс 19 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Местами заморозки воздухи на поверхности почвы от 0 до минус 2 градусов. Днем плюс 15, плюс 20 градусов. Вот это да! Какие цены! Только с 4 по 6 сентября на базе оптовых цен находка. Тушка цыпленка 89,99. Майонез оливковый «Махеев» 79,99. Цены в рублях. Подробности у продавцов. Магазин газового оборудования. Большой выбор котлов, радиаторов, водонагревателей, бойлеров и плит. Ждем вас по адресу. Город Янаул, Маяковского, 14-3, территория СХТ. Номер телефона 8-347-60-55-55-50. 8-347-60-55-55-50. Вот это да! Какие цены! Только с 4 по 6 сентября на базе оптовых цен находка. Тушка цыпленка 89,99. Майонез оливковый «Махеев» 79,99. Цены в рублях. Подробности у продавцов. Магазин газового оборудования. Большой выбор котлов, радиаторов, водонагревателей, бойлеров и плит. Ждем вас по адресу. Город Янаул, Маяковского, 14-3, территория СХТ. Номер телефона 8-347-60-55-55-50. 8-347-60-55-55-50. Вот это да! Какие цены! Только с 4 по 6 сентября на базе оптовых цен находка. Тушка цыпленка 89,99. Майонез оливковый «Махеев» 79,99. Цены в рублях. Подробности у продавцов. Уважаемые избиратели, приглашаем вас принять участие в голосовании на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Янаульского района Республики Башкортостан 13 сентября 2020 года с 7 часов утра до 21 часа. Если по состоянию здоровья, либо по другой уважительной причине вы не сможете прибыть в помещение для голосования, ваше письменное заявление или устное обращение о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию со 2 сентября 2020 года до 15 часов 13 сентября 2020 года. Со 2 по 12 сентября 2020 года избиратель, который в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, может проголосовать досрочно в помещении из соответствующей избирательной комиссии. К перечню уважительных причин для досрочного голосования относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей. Время досрочного голосования в рабочие дни с 16 до 20 часов, выходные и праздничные с 9 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт, маску и перчатки. Внимание у граждан! 9 сентября с 9 до 18 часов в здании Нефтекамского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан пройдет прием граждан по вопросам, связанным с ненадлежащим оказанием или неоказанием помощи, нарушением прав граждан на оплату труда, о коррупционных преступлениях, в том числе связанных с использованием должностного положения. По всем вопросам обращаться по номеру 8 34 783 223 52, перерыв на обед с 13 до 14 часов. Обращаться по адресу город Нефтекамск, улица Нефтяников, дом 18, третий этаж. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Человек может бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как бежит вода и как работают другие люди. Красиво, если это не связано с бедой. Это все можно увидеть на пожаре. Будьте осторожны при обращении с огнем. При пожаре звоните в Единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112. Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии? Делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежения общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменять. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.